Братья и сестры, предлагаю нам открыть Библию или посмотреть на экран, где, полагаю, что будут высвечивать текст Писания, который называет проповедник, а мы как бы читаем и не только слуховым аппаратом принимаем это слово и рассуждаем, но и наши глаза участвуют в этом. Итак, Колоссянам, глава 3, текст 23. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не как для человеков. И выделяем здесь слова «как для Господа». Ну вот, вступление Константина Петровича, оно как бы несколько предваряет или затрудняет мне начало, потому что я хотел как-то публично несколько посетовать. Что, братья, а почему самое сложное, вот, чего я сам плохо понимаю и с радостью бы послушал, если кто-либо освещал это, досталось мне. И хотелось даже сделать такой вывод, ну вот, в следующий раз, пожалуйста, все темы, которые у вас есть, а я как-то, ну, по-стариковски постараюсь выбрать, что мне более понятно и будет наиболее как-то незатруднительно. А так оказалось, что, ну, в такое непростое положение. Но с вашей поддержкой и молитвою я не отказываюсь от того, чтобы вместе как-то порассуждать. Вот, поэтому спасибо руководству Мидвеста за то, что, ну, я думаю, этим как-то хорошо так подумали про меня, потому что, полагаю, что, вот, самую непростую вот задачу, как бы пришлось, ну, мне перелопачивать. Итак, дорогие мои, вот, я прочитал текст, который приглашает нас к тому, чтобы делать или научиться в жизни делать все, как для Господа. Что значит это местоимение «все»? Это значит относиться к своей, вот, ну, работе, куда мы ходим, вот, и совершаем наши труды строителем ли, водителем, начальником, бизнесменом, как для Господа. Это легко? Это нелегко. Или, например, учиться, как для Господа. Вы, молодые люди, не пробовали? И я признаюсь откровенно с вами сказать, наверное, может быть, слова такого не слышал в мою молодость. А может быть, просто не мог сам до этого додуматься. Учиться, как для Господа. Это значит, если я с возможностями ниже среднего буду хорошистом или даже по некоторым предметам отличником. Почему? Я это делаю для Господа. Это сложно. А любить жену, как для Господа, это легко? Мне нравится очень, вот, пояснение такого переводчика Сергея Аверинцева. У него есть ряд Евангелий, которые он перевел. И я за то, чтобы переводы все-таки осуществлялись. Они порою помогают нам, ну, понять смысл сказанного. Иногда бывает в языке слово не может, ну, до конца не может сути передать. Вот. И он говорит, вот, мы, переводчики, ответственны за то, чтобы сделать слово библейское понятным для людей. Но мы не можем сделать так, чтобы оно перестало быть трудным. Что это значит? Ну, вот, семилетнего мальчишку, если сегодня вот присутствует, если сюда позвать, и у нас было бы время не спросить. Текст прочитав. Любите врагов ваших. И спросите его, сыночек, ты понимаешь, что здесь написано? Он вам, я уверен, семилетний школьник наш, скажет правду. Он понимает. Ему это открыто. А слово это не перестает разве быть трудным? Да брата родного, который у меня всегда, потому что он сильнее забирает мою игрушку, Мне любить тяжело. Мне терпеть соседского мальчишку, которому я проиграю футбол, ну, не сносно и выше моих сил, а любить врага. Вот поэтому хорошо, когда слово, которое мы читаем благодаря множеству перевода, и знаем подлинный смысл, оно понятным для нас. Но посмотрите, оно не перестает для нас быть трудным. И мы вот здесь должны смиряться перед Господом, чтобы вот это понятное слово сделать его способным выполнить в жизни нашей, покориться этому слову, и воспитать себя, чтобы это слово вошло в нашу жизнь. Итак, вот Яна хотел бы начать рассуждать об этих трех отдельных, я бы сказал бы, ну, серьезных вещах о вере, воспитании и культуре с понятия воспитания. Я, наверное, потом объясню, почему так мне будет удобнее. Хочу сказать, что это неотъемлемая часть жизни всех воспитываемых. Мы должны понимать, что этот период, да, у меня в жизни, с которой я начинаю жизнь, и есть воспитание, и покоряться воспитателям. А воспитателям помнить, что за вас это никто другой не должен делать. Ни пастор, ни диакон, ни проповедник, ни кто-либо другой. Ты, отец и мать, воспитатели. Этот период не такой уж будет долгий. Десять, двадцать лет. Может быть, тридцать. Ну, он закончится, он пройдет. И потом ты будешь экспертом в роли воспитания. Это ты своим детям, которые будут воспитывать, будешь давать советы. Здесь помягче, а здесь уступи, здесь не настаивай, а здесь будь строг. Вот поэтому, когда я открываю Слово Божие, я нахожу, что это Слово евангельское, библейское. Братья и сестры, вы как считаете? Вы считаете, что Слово воспитание – это Слово евангельское? Да. Давайте мы в подтверждение и прочитаем Луки, 4 глава, 16 текст. Там написано «И пришел в Назарет, где был воспитан». Это наш Господь Иисус Христос. «Тот, словом которого был сотворен мир, кому поклонялись ангелы, кто присутствовал, когда рождался этот мир, кто от начала дней вечных, однажды одевшись в плоть, пришедший маленьким детятей, покорился и отдался в руки детей или в руки родителей, которые должны были его воспитывать. Разве вас не поражает это? Он, кто начальник всех воспитателей, от кого вся педагогика исходит, кто благородный, кто даст понятие, даже сказал следующему слову – культура, сейчас покоряется. И написано, что он в Назарете был воспитан. Кстати, помните, другое слово Божие говорит о том, что «не воспрекословит». Это характеризует его, нашего Господа. Что значит «не воспрекословит»? Он не будет спорить, он не будет скандалить, он не будет закатывать истерику, потому что он пришел ради того, чтобы Слово Божье исполнилось на нем. И однажды он скажет, что «но как же исполнится Слово?» Посмотрите, как он хочет свою жизнь провести так, чтобы до конца исполнилось Слово. И если оно во всем остальном исполнилось, оно исполнилось и в его детстве. И дальше, что «не возопиет». Вот его воспитание. Я в детстве отличался, что на улице был лидером, и когда мы играли в футбол, я был инициатором. И мой голос слышала вся улица. Что значит «возопиет»? Не закричит, не заорет. И это было признаком воспитания нашего Господа. А у меня этого не получилось. И поэтому можно сказать, что вот если бы брать эту, скажем, родословную и так же в детстве, ко мне эти слова не относятся. А может быть, после этого даже и нельзя было сказать, что он был воспитан. Кстати, могу сказать, что когда мы не покоряемся и не поддаемся воспитанию, все-таки воспитание происходит. И знаете, как люди это называют? Воспитывает его улица. Это тоже воспитание. Итак, второй текст. Исайя, первая глава, второй текст. Здесь говорит уже еще одна личность Божества, его одна ипостась, Бог Отец. Посмотрите. «Я вырастил детей моих, я их воспитал, но они отвернулись». В самом педагогическом плане даже Бог, Отец-воспитатель, Он воспитывал Израиль, и все-таки, несмотря что, они не покорялись. И Он порою разочаровывался, говорит, отступи на своего служителя, имя которому Моисей, и я произведу от тебя, а их погублю. Он заступается, потому что Он уже воспитан Богом. Если их, то и Меня. И Бог милует. Ну, посмотрите, воспитывает. Да, вместо вот короткого отрезка времени, чтобы ввести его, Он его вводит 40 лет. За 40 лет. Можете представить, что это за образование? Когда ты каждый день видишь столб облачный, а ночью столб огненный. Когда нет воды, вода посылается. Когда хочется мяса, прилетают перепилы. Когда вот самая благодатная пища вот с неба Господом посылается. Это незабываемое время. Мне кажется, провести в этом институте воспитания пустыни, хотя трудно, хотя непросто, но это необычно оставит неизгонимый след на всю оставшуюся жизнь. При этом нога не пухнет, и обувь не изнашивается. Разве вы не хотели бы быть, хоть частичку времени, увидеть эту славу Божию? Но после этого Он говорит о том, что «но они возмутились против Меня». И дальше Он скажет, я уже по памяти не цитирую, что вол знает своего владителя, да, и вот остальные животные своего господина, а народ мой, тот, кто воспитан был, забыл, они отвернулись, они не знают Меня. Итак, сама Троица нашего, я скажу, вот имя, которым мы называем Бог, она, оказывается, воспитывает, да, и Дух Святой называется утешителем, или вот тем, кто приводит к Господу. Поэтому вся Троица это и есть воспитатели. Дорогие мои, следующий момент, это Моисей сегодня говорил Константин Петрович, Диане Апостолов, 7 глава, 21 текст. Там написано, что мальчика подобрала дочь фараона и воспитала как собственного сына. Ну, это была соответствующая подготовка. Здесь, наверное, вот необычное знание он получил вот астрономии, потому что в то время вот в Египте этой наукой увлекались. Там было совершенная геометрия. В то время вот египетские пирамиды, да, когда строились сейчас, ученые порою говорят, ну как вот, когда техники такой не было, все это можно было построить. Так вот, все это образование получил Моисей. Он был воспитан. И дочь фараона, даже когда не знала истинного Бога, она имеющаяся культуру или воспитания все делала, чтобы это, скажем, ее сын, вот этот приемный, да, он получил. Поэтому родители, да, неправильно, когда мы не интересуемся, когда мы считаем, что, ну достаточно, я его одела или ее и обула, я, ну, необходимые вот вещи приобрела, скажем, там, планшет, телефон, машину, компьютер, да, но на этом не заканчивается. Да, наше воспитание, ну, это должно быть дело, которому родители посвящены, потому что это время воспитания, оно тоже конечно, оно предельно. Поэтому я говорю то, что нам известно, но напоминанием сегодня возбуждаю этот смысл. Да, украинцы говорят такое слово, я его очень люблю, для заухочивания. Что бы вы захотели? Вот, когда сегодня у нас этот съезд пройдет, мы можем прийти домой и сказать о том, что все-таки, ну, что-то мне надо в своей жизни изменить и воспитанию больше уделять, потому что они мои родные дети. Дальше мы читаем, смотрите, да, подлинная вдовица, да, вот эта женщина, которая должна быть взята церковью на содержание, первая Тимофея, пятая глава, десятый текст написано, известная по добрым делам, если воспитала детей. Поэтому это воспитание тех, кто нам вверен на определенный отрезок, оно должно быть целью и смыслом жизни. Поэтому вот особенно, когда мы молимся об этом, когда мы вот иногда понуждаем и заставляем. Вы знаете, вот мои родители видели, ну, вот такой неугомонный натуру, наверное, да, характер такой, который требует вот выплескиваться этой энергии. И случилось так, что они молились, вот, и в свое время, вот, мама уже не знала, ну, как повлиять. И однажды случился вот момент, когда мои одногодки собрались для того, чтобы, ну, оркестры делать. А у меня к этому вообще не было, скажем, времени подумать над этим. И когда я понял, что я не попадаю в этот состав, вот, потому что они сказали, Сань, ну, а что ты можешь? Вот, на пианино можешь играть? Клавиша как? Да, особо нет, хотя ходил в музыкальную школу на аккордеон. Вот, ну, вот, на трубе тоже тяжело выдувать, вот, но я очень был, ну, я бы сказал, расстроен, и в тот же вечер, вот, хотя был больной, вот, ну, научился играть на саксофоне. И потом пришел через несколько времени и сказал, послушайте, я вам сыграю, мне кажется, у меня получится. Сыграл. А они сказали, ну, тогда еще должен, вот, чем-то другом. и это увлекло. И когда, вот, вся моя жизнь прошла в труде, я бы сейчас думаю, Господи, по какой вот этой, я бы сказал бы, острию, лезвие я прошел, что ты меня помиловал и нагрузил в жизни вот этим трудом. Когда надо было в большой церкви постоянно духовой оркестр хоронить вот людей, да, и когда у тебя не было времени, вот, потому что ты постоянно должен был занят. Можно сказать, а от какой, я бы сказал бы, пропасти, вот, празднов, вот, любия, я был сохранен. Поэтому, когда в вашей церкви, в подразделениях дети ваши участвуйте, вы старайтесь это делать, воспитывайте через это, отвозите их на эти репетиции, да, пожалуйста, молитесь об этом, чтобы это подразделение имело, я бы сказал бы, приращение, возрастало. Это очень важно, потому что именно в этот период закладывается характер вашего ребенка. Следующий момент, давайте мы прочитаем, это, вот, Плач и Еремия, 4 глава, 5 текст. Там написано, воспитанные на багренице жмутся к навозу. Ну, что значит воспитанные на багренице? Багреница – это одежда царей. Это, вот, князья или дети князей, царевичи, да, составляли вот эту элиту. Они были воспитаны. Багреница была уделом вот их жизни. Они одевали соответственную одежду, а их сверстники уже из других бедных кварталов, они были воспитаны абсолютно не на багренице, там была совершенно другая одежда. Так вот, пришли времена, когда эти воспитанные на багренице жмутся к навозу, да, там, где можно было что-то найти или использовать даже его теплоту. Все это очень непросто говорить в нашем собрании, да, и все эти сравнения, но группа людей, да, которые причастны к особому воспитанию, это значит, воспитанные на багренице, они имеют репетиторов иностранных языков, их учат рисовать, их учат правильно выражаться, правильно говорить какой-то монолог при встрече или прощаясь, это утонченные люди, они постигают основы музыки и умеют петь и так дальше, воспитанные на багренице. И последнее, апостол Павел, вот, Деяние апостолов, вот, там так повествуется, 22 глава, Деяние апостолов, третий текст, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила. Это уже благословенный апостол Павел, который напишет 14 посланий, который был восхищен для третьего неба, слышал слова неизреченные, но при этом благодать Божья его воспитала ну, совершенно еще отличным образом от образования, которое он получил при ногах Гамалиила. Воспитанный при ногах Гамалиила знал все книги Священного Писания. Он мог цитировать по памяти, он обладал риторикой, он обладал, я бы сказал, филологией, когда он мог изъясняться, когда он логические доводы мог, и это все он будет использовать. это ему пригодится, но воспитанный Господом, он получил совершенно иное образование, смиренное. Помните, в 12 главе 2 Коринфян он говорит, знаю человека, и я не знаю, в теле это было или вне тела, что я охотно так и верю, да, был восхищен до третьего неба, слышал слова неизреченные. Можете представить, если бы вы были на его месте, сколько раз вы бы говорили на съездах и конференциях, что вы видели, как это происходило, а он даже пытается, не пытается сказать, что это было со мной, знаю человека. И он говорит, таким человеком могу похвалить собою, собою не похвалюсь. Чувствуете разницу? Воспитание у Гамалилы, где он мог говорить, я воспитанный при ногах Гамалила, я рожденный в семье от колена Вениаминова, восьмый день обрезанный. И целый ряд он может сказать, кто такой я. И этому можно позавидовать. Когда встречается с Господом, он получает совершенно иное образование. И когда даже 30 лет происходит, когда богословы это говорят, он говорит, что он помнит себя хуликулителем, гонителем и обидчиком. Он не помнит своего величия. Он не говорит, сколько он церквей основал. Он не говорит о том, что сколько благодати Божией он пережил и как это пролилось в его жизни. А видит себя хулиелем, обидчиком и гонителем. Это образование, которое мы получаем в этой жизни, оно хорошо, оно необходимо. Но какой же получается глубокий след, когда к этому образованию Господь свою печать благословения оставляет. Кстати, хочу сказать отцам это повеление, это нам с вами, помните, в Ефесянам 6, глава 4 текст. Не раздражайте, написано, да, вы отцы. Но смотрите, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Воспитывайте. То есть интересуйтесь даже методами воспитания. Знаете, кто такой Ушинский и Макаренко? Это вам тоже не повредит. Что там за методы даже в этой жизни? Но и учение Господне. Представляете, здесь не написано читайте Библию. Здесь не написано интересуйтесь духовными вещами. а воспитывайте в учении. Это значит, надо учение знать. Какое учение? Учение о заместительной жертве нашего Господа Иисуса Христа. Учение о Троице. Учение о спасении. Учение о Втором пришествии. Посмотрите, это надо быть самому знать. Иначе как же ты можешь воспитать? И полагаться, что это должен делать Виталий Викторович или кто-то из пресвестеров по местной церкви? Неправильно. Это твои прямые обязанности. Он может порою даже сказать то, чего не знаешь или не можешь понять или образования где-то не хватает. Но воспитание это твоя удела. Итак, дорогие мои, воспитание это очень важная часть. Хотя хочу сказать, что в этом отношении мы не впереди планеты всей. И даже не впереди я бы сказал бы вот христианского мира. Мы на то съезды и проводим, чтобы здесь не сплошные фанфары звучали, а иногда и поговорить о наших проблемах. Я как-то слушал беседу Николая Степановича Антонюка, это совет церквей, председатель его. И вот он рассказывает, что проводил как-то или приехал в христианский лагерь, где примерно 350 детей имели такой летний лагерь, собрание, ночевали в палатках и жили. И вот он говорит, утром с одним братом решили постоять около колонки, умывальницы, где дети по подъему идут и умываются. И он говорит, мы стоим так, что мимо нас невозможно пройти именно к этому. И говорит, прошло 350 детей. Человека 3-4 поздоровались. Ну как вам кажется? Вообще у нас есть проблемы? По-моему, да. Ну как же так? Вот ребенка этого останови, скажи, расскажи мне 22-й псалом, и он расскажет. Или, ну скажем, вместе вот великий Бог вот спетят, он, наверное, эти слова знает и с вами споет. Он может еще рассказать некоторые стихи, он поздороваться не знает как. Или считает, что утром можно и не здороваться. Может быть, мама с папой никогда ему не делали замечания. Так вот, дорогие мои, все-таки воспитание это та часть, на которую мы должны обращать внимание. Должны замечать. И должны порою все это подмечать. Кстати, хочу сказать, правильно будет, когда иногда мы заканчиваем собрание, а у нас, допустим, гости. И стимулировать людей, что мы должны быть гостеприимы. Подойдите к ним, братья и сестры. Подойдите, пожмите руку, спросите, если у вас нужно, могу ли я чем-то быть полезным. Через это и происходит это научение элементарным вещам воспитания. Особенно в большой церкви мы как себя считаем, что обязательно это кто-то сделает. Я такой слабый, косноязычный, могу что-то не так сказать, что там я. И вот происходит, что это сделает кто-то. Поэтому пускай это слово о воспитании не будет колким, я абсолютно никого не хочу уколоть, но говорю, потому что сам нуждаюсь в том, чтобы продолжить это образование свое. Итак, дорогие, давайте мы перейдем и поговорим дальше о том, что такое слово «культура». Кстати, хочу сказать, это уже не библейское слово. Мы, может быть, переводы какие-либо могут найти синоним, и я допускаю, что синоним это слово имеется, а вообще слово «культура» это не евангельское, не библейское слово. Это не значит, что это слово плохое. Это абсолютно не значит, что если его нет, значит, вообще об этом не стоит говорить. Кстати, совершенно наоборот. Поэтому его синонимы могут быть воспитание, образование, а также обработка, уход, возделывание. Об этом говорит Владимир Даль. Поэтому мы как-то говорили о том, что все, что не делаете, даже познавать элементы культуры и приобщаться к ней, надо как для Господа. Надо со всем своим жаром души, пытливостью нашего ума этого продолжать делать. Но хочу сказать о том, что, скажем, без этого слова мы не можем обойтись при любом нашем собрании. Потому что здесь вступает такое понятие, как культура речи. Можете представить, если бы ваши служители, пресс-фитеры этим абсолютно не обладали. Вот никакой культуры речи. Вот это слово, которое неправильно звучало с кафедры, я его употребляю. Ну и что? Мы же понимаем смысл. Оно вульгарно, оно, возможно, незапрещенное слово, но его неправильно употреблять в Доме Божьим. И поэтому вот этому надо учиться. Я пришел в Дом Божий, и я знаю, как я должен поприветствовать того, кто мне встретился, как попрощаться. А если даже этой мудрости у кого недостает, да просит просто у Бога, и даже об этом следует говорить. Или, например, культура пение. Есть такое понятие? Конечно. И хочу сказать, что то, что мы слышали, вот я вчера и сегодня, вот, на хорошем, на высоком уровне, вот, и я думаю, что, вот, церкви, когда я был маленький, меня по спа поводили, не имели такого богатства. И не имели такого звукоизвлечения хорой. Но мы довольствовались как могли. Кстати, хочу, именно атеизм, коммунисты все делали для того, чтобы именно в эту область нас не пустить. Если еще технический вуз как-то можно было закончить какому-то молодому человеку, ну, скажем, быть механиком или электриком и так дальше, то закончить музучилище или консерваторию практически это невозможно. Они знали, они хотели, чтобы у нас этого не происходило. А потом бы говорили, ну, посмотрите, куда вы пошли? Вот это посмешище, которые петь не могут, говорить не могут, которые с логикой не дружат. Поэтому, несмотря, что мы вышли из этой печи, которая опаляла нас, да, культура пения это большое благословение. Я как-то помню, как известного московского дирижера Владимира Минина интервью его читал, его спросили, вот, можно ли петь любым голосом в церкви? Он говорит, помилуйте, вы что? Вы что, предложите, чтобы петь на нижней губе? Я и по сегодняшний день не знаю, как можно петь на нижней губе. Но он, наверное, знает. Там журналист не пояснял. То есть, неправильно. Вот, в церкви петь в хоре, да, неправильно извлекая звук, это неверно. Поэтому этому надо учиться. И я знаю, что такое петь на опоре, на зевке, вот, когда диафрагма, вот, опущена, да, и хориста, и этому ему надо обучать. Потому что придет время, когда это будет у него все литься из него автоматически, но этому надо научить. И если бы этого представления хориста никто не знает, как правильно извлекать звук, то вы долго не станете посещать эту церковь, потому что, ну, это вообще неприличное пение. Или, например, культура гармонии, да, когда, вот, законы музыки позволяют писать богатство аккорды, да, когда звучит музыка очень тонкая, и она привлекает и увлекает нас своим вкусом, своею, я бы сказал, неповторимен мримостью, особенностью. И, кстати, хочу сказать, что здесь тоже очень, ну, большое поле деятельности для того, чтобы наши дети, у нас не получилось, у моего поколения или у отцов наших, вот, погружались в это, любили эту гармонию. Кстати, вчера вот женский хор аккапелла пел, вот, я очень хотел бы ноты это иметь, да, и посмотрел, что, какой прекрасный строй. Это не просто, но, когда мы проходим вот это обучение, когда мы постигаем эту культуру, да, насколько она приносит нам радость и удовлетворение, когда мы это слышим, все. Кстати, хочу сказать, что наши евангельские братья были очень образованными в этом отношении людьми. если кто-то читал книгу «Записки верующего», Владимир Филимонович Марцинковский, то у него есть фрагмент, что вот он сидит в КПЗ, вот, и в то время он уже производил диспуты, даже словно, Чарским, министром просвещения, да, в ту пору. И вот администрация вот этого вот заведения, предварительного вот заключения его, пожелала, чтобы на один из праздников он сказал перед заключенными и всем вохром, вот этим составом надзирателей. А он говорит, ну, вы сможете пригласить евангельский хор? Я вам дам адрес, где... он говорит, адреса мы знаем, это мы вам можем дать, где они собираются. Вот, ну, тогда и сразу предупреждает, не вздумайте, сюда никто не придет, никакой твой евангельский хор, так дальше. Вот, ты можешь, ну, по памяти, он соглашается и говорит, хорошо, тогда вы мне вот одну из прелюдий Иосифа Гайдена, пожалуйста, пускай пианист сыграет, а потом Баха, а потом Рахманинова, вот, давайте закончим. Но почему? А он знает, что это духовная музыка. И он знает, что она влияет на сердца людей. И когда ему время приходит уже говорить речь, то они подготовлены. Они уже больше не суетятся, не толкают, не зевают. Они зачарованы музыкой. я не думаю, что много пресвитеров, если бы в подобных условиях, да, вот я лично, да, зная эти имена, чтобы у меня звучит в голове Гайден или Бах. И мне кажется даже, что если бы я оказался на месте Владимира Филимоновича, я не смог бы назвать. хотя посвященный и к этому, ну я бы сказать, фрагменту служения, к музыкально-хоровому. Но мне приятно, что в истории братства был Владимир Филимонович. Что они послушали и предложили ему тему о красоте. И он говорил о красоте, только вывел вот четверостишним одна лишь в мире красота, любви, мучения, отречения за нас распятого Христа. И несмотря что они запрещали, он закончил Христом и сказал, что это одна в мире красота. Благодарение Богу за мудрость, которую Владимир Филимонович вот имел от Господа. Поэтому это все мы называем культурой. Или, например, культура в отношениях. Написано Римлянам 12 глава 10 текст в почтительности предупреждайте. Я бы сказал бы здесь синодальный текст, к которому я очень расположен и считаю, что его самым лучшим и удачным переводом я не отвергаю и другие. И в современном переводе более понятный, вы знаете, перевод так говорит, старайтесь превзойти друг друга в уважительном отношении. Потому что можно понять в почтительности предупреждать. И знаете, как мы предупреждаем? Ты, брат, если вот следующий раз с таким вот галстуком вот пришел, то вообще это неправильно. Ну, что это за предупреждение? Это угроза, можно сказать, да? А здесь старайтесь превзойти друг друга в уважительном отношении. Да? Я иногда ну, как-то приобщился, меня научили правильно вообще в церкви вот любого человека назвать по имени отчества. И хочу сказать, что вот правильно присвятую стараться. А вот если ну, отчество порою невозможно вспомнить. Ну, брат Николай, брат Александр и так далее. Так вот, однажды вот ко мне подошли и люди и сказали, что ты это делаешь вот ну, так вот абсолютно неправильно. Начинаешь здесь там имена отчества и так дальше. Сказал там вот по фамилии или может быть по имени в лучшем случае достаточно. Говорю, ну, ты читаешь Евангелие? Да, читаю. Ну, как там Господь называет своего ученика? Симона Иоанни. Что это значит? Это значит Петр Иванович. Любишь ли ты меня? В иных случаях он так и говорил. По имени Иона и, скажем, Симон Ионин Иона, это его отец. Он именно говорил вот по имени отчеству. И это правильно? Или ты к нему обратился тогда, а потом пожелал доброго здравия? Или при расставании вот, ну, сказал ему о своей симпатии и желании поддержать, если он будет иметь какие-либо затруднение? Это уважительное отношение. Это элемент культуры. Этому надо учиться, братья и сестры. Потому что иногда мы можем действительно призывать к тому, чтобы выучивать священное писание, знать прекрасно Библию. И в этом отношении, ну, я считаю, что наша конфессия это одна из лучших. но в отношении наших отношений двухсторонней, оно желает, желательно иметь это все на порядок выше и лучше. Или, например, можно сказать, я сейчас бы хотел бы вернуться к Ветхому Завету. Да? Когда, скажем, мы имеем посвящение, когда занимаемся вот какой-либо культурой, присадимым нашим участком. Да? Хочу сказать, что мир именно тоже имеет развитие свое в отношении культуры, потому что это его основная цель. Но иногда, когда он делает крен в эту сторону, мы, христиане, ввиду того, что мы не от мира, абсолютно на это не обращаем внимания и в нашем сознании не происходит этого развития. Есть такая книга «В котле России». Если у вас будет эта возможность, вы можете перечитать. Я вот обрадовался, что 26-й год в Твери проходит съезд евангельских христиан молодежи. И вы знаете, они принимают какие решения? Они принимают решения, чтобы среди вот этой неграмотности среди них не было неграмотных людей. Это есть элемент, ну, скажем, первоочередной шага в отношении культуры. Они решают, чтобы дома христиан отличались и окрашивались в пастельные тона, светлые значит. Они не были темные, они не были бы обиты рубероидом, да, они должны отличаться. Они среди приусадебных участков должны быть полисадни, где, ну, есть цветы. Это, безусловно, заставляет нас иметь время, чтобы все это было в очень приличном состоянии. Я люблю вспоминать своего пресвитера, который крестил меня Владимир Александрович Вильчинский, да, я всегда удивлялся, когда у него хватает времени, да, ну, так обработать свой, я бы сказал бы, огород и двор, когда ты входишь, все подметено, всегда покрашено, да, он пресвитер. И вы знаете, он был абсолютным примером для всех остальных. Очень было семей, которые считали, чем примитивнее в доме, во дворе, да, это говорит о том, что все силы отдаются небесному, вот на это земное у нас не хватает, а это абсолютно неверно. Почему-то хватало времени у Вильчинского для того, чтобы обработать и свой двор, и свой участок, и быть прилично в доме. Вот, поэтому, вот, следующий момент, это бытие 4.20, да, мы читаем, ада родила и овала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Да, вот это культура сельского хозяйства. И мир обратил внимание, а, кстати, ада родила, это жена Ломеха, помните, он женам Ломеховым пропел песню, что я, дескать, убил юношу в рану мне. То есть, юноша, наверное, на охоте, может быть, нечаянно, да, зацепил, какую-то рану сделал. Так вот, что я сделал с ним, я его убил. Чувствуете, да, ну вот, как наступала эта новая эра, когда платил человек вот, кровью за всякую нанесенную, и вот одна из жен, которой он пропел, родила и овала, а он был отец живущих в шатрах со стадами. Мир развивается, и он на сельское хозяйство обращает внимание. Или, например, мы дальше читаем Бытие 21-ое, это же глава, 21-ый текст. Там уже и увал, а он что? А он отец всех играющих на гуслях и свирели. Он министр культуры, я бы сказал, музыкант, да, и поэтому этот мир, он на это обращает внимание. И часто то, что звучит в мир и переходит в церковь. И вот здесь неправильно как почувствовать эту грань? Как, когда мы почувствовали, что это не должно прийти? И здесь все сделать для того, чтобы это не проникало. Но в мире это имеет развитие. Или, например, 22-ой текст, да, вот он был, тувалкаин, да, ковач всех орудий из меди и железа. Можете представить, металлургия вот развивалась, и надо было законы вообще узнать, как вот чугун можно при какой температуре, железо, как из руды все это выплавлять. Это целая наука. И это все происходит в мире. Или, например, там даже сказано, что у сестра была, у тувалкаина, ее звали наема. Переводится как подиум, красота. Как вот сейчас происходит порою какие-то вот в этом отношении фестивали и так далее. Вот. Это линия мира. Но, братья и сестры, отвергая эту линию мира, у Господа есть равноценные, которые действительно провосходили ну всякое наше понятие, как можно добиваться каких-либо успехов. Например, вот Иаков. Вот Иавал это линия мира, это живущий отец вот шатрами со стадами, да? Вот. А Иаков, помните, как ему Господь открыл, и он правильно спаривал скот, и он рождался. Это было необычное, я бы сказал бы, ну быстро растущее хозяйство. Вот. Поэтому у Бога всегда есть для своих людей вот все подобное только под его именем. Или, например, музыка. Вот Иовал был отец всех играющий, а Давид. Давид это был музыкант, который, ну кроме того, что он был воин, это был от Бога музыкант. Кстати, хочу сказать, когда я учился на курсах, Евгений Никифорович Пушков, это в 76-м году, рассказал, что найдены вот таблички глиняные, где вот некоторые произведения делились на 512 голосов. Как они могли, вот у нас восьми голосе хор может петь, четыре партии мужские поют, четыре женские, да, а как 512? Вот поэтому перед некоторым, я бы сказал бы, достижением культуры прошлых веков, да, даже в христианстве мы порою сами не знаем, как это можно все этого достигать. Так вот, можете представить, что за музыка, когда придет небо, когда вот мы увидим того, в кого уверовали. Или, например, вот ту алкаин, мы прочитали, это линия мира, да, а что Господь воздвиг своих служителей. Помните, как он воздвиг Веселиила и вот Оголиава? Они в походных условиях вот могли серебряную или золотую нить, металлургия. Это когда вот шатры по пустыне вот идут израильского народа, они могли приготовить скинью. И не только шатры, вот, и здесь металлургия, здесь и вот, и легкая промышленность, да, и здесь и шерсть, и пурпуровая, или червленая, или голубая, и все это приготовить. И Бог дал эту способность, поэтому, смотря на ваш молитвенный дом, ну, кто бы мог сказать, что ваши силы, простых людей, вот, такое, ну, удивительно, красивое, вот, ну, здание могут сделать. Господь дает, когда время приходит, благодарность ему, вот, дорогие мои, я спешу, хочу только сказать, да, еще последнее, это культура нашего внешнего вида. Я текст приведу, писание, это Иоанна 21-27, Евангелие, где Петр говорит, выйди от меня, потому что я человек грешный, или когда он, будучи нак-нак, это имея исподнюю одежду, он ловил, так удобно, и когда ему объяснили, что на берегу стоит Христос, он оделся и бросился в воду. Вам не кажется, что это для нас странно? Одежда мешать будет тебе плыть, да, но он понимает, что он поплывет к Господу, таким образом, он особую свою приязнь выявит, ну, объяснил Господу, при этом он знает, что когда он выйдет, он не будет над, он не будет исподним, он будет одетый, она будет мокрая, она будет неприятная, но он одетый будет, и мы вспоминаем слово Божие, которое говорится, даже одетым, подумайте, чтобы вам не оказаться нагиби, потому что каждому из нас предстоит предстать на предмет нашего одежды, но, хочу сказать здесь, культура, когда мы приходим в нашу церковь, да, ну, действительно, это очень элемент, над которым мы должны рассуждать, и влиять на молодых наших, когда они порою кажутся, мама, я должна это одеть, все-таки советовать, доченька, это не для церкви, и одежда может быть не для церкви, я очень хорошо себя чувствую, когда я, ну, скажем, в пижаме за полчаса до отхода сна, могу сидеть и, скажем, читать там газету или книгу и так дальше, это вполне нормально, но уже в этой одежде я не выйду до мейлбакса, я не могу, потому что там соседи и так далее, я оденусь как-либо по-другому, а когда мне надо прийти в церковь, в церковь должен быть соответствующая одежда, вы знаете, не в каждый ресторан вас могут пустить джинсы, я иногда говорю о том, что даже на тракстап, я работаю водителем, иногда конкретно, что здесь нельзя с собакой, да, или здесь нельзя, скажем, в босоножках, да, потому что, ну, это не то место, и научиться, как правильно приходить в дом Божий, это элемент нашей культуры, и я хотел бы, чтобы, сказав это, мы не имеем больше времени говорить над этим, чтобы мы молились об этом и думали, и думали, вы молодые, что особенным образом, чтобы вы не привносили или через вас не приходило это разложение, и время перейти и сказать самое последнее, это превосходство веры над всем, о чем мы с вами говорили, разбойник на кресте был человек, который мало был посвященный в культуру, и он был очень плохо воспитан, или воспитан был улицей, там было отсутствие этого, но осознание того, что еще некоторое время и он уйдет из этой жизни, натолкнула его веру в Господа, он признал его Господом и говорит, помяни меня, Господи, он не просится быть спасенным даже, он даже плохо представляет, что это даже возможно, но он признает висящего на среднем кресте Господом, и говорит, помяни меня, помяни, это может быть, что-то сделай, когда вспомнишь, может быть, мне какое-то снисхождение, Господом я в этот час наконец, умирая уже, тебя признаю, а слышит, а слышит, ныне со мной будешь в раю, поэтому вот как любовь больше из вера, надежда, любовь, написано любовь из них больше, так из культура, воспитания и вера, вера несравненно больше, даже если ты получилось, что так воспитывался сиротою, да, вот, плохо помнишь маму, отец бросил, и что делать, да, верь, дорогой мой, если можно, воспитывай, вот, дарованных тебе небом детей для Царствия Божия, не отвергай культуру и посвящай этому, вот, свою душу открывай, чтобы, вот, этим искусством, я бы сказал бы, владеть, но главное, упражняйся в вере, возгревай ее, утверждайся в ней, вот поэтому, знаете, апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что я помятую дело веры, труд любви и терпения и упования, дело веры, однажды, одного проповедника сказали, вообще, чем вы занимаетесь, он говорит, я вообще благовествую, я проповедник, а когда у меня имеются короткие минуты вот, свободного времени, я в это время шью сапоги, дело веры, вот поэтому дай Бог, чтобы наша жизнь это было дело нашей веры, кстати, хочу сказать, даже если вы видите, вот, тех, кто вам верен в жизни, вот, верьте даже вы, помните, четверо друзей имели, имели своего расслабленного друга, и, наверное, все сделали для того, чтобы он был исцелен, он не имел этой веры, написано, видя веру их, вот, поэтому иногда, вот, чадо ваше может быть помиловано, видя веру вашу, это Господь распределяет, поэтому, благословение вам, помните, что вера от слышания, вот, сегодня мы занимаемся тем, что обильное, столько много глубокого мы слышим, но поверьте, что от этого происходит вера, благословение вам, вот, дорогой съезд, дорогие братья, те, кто собрались в отношении Владимира Степановича, мы сейчас, я заканчиваю, или у нас еще молитва есть? Да, давайте мы встанем, и я помолюсь. Господи, мы благодарим Тебя за то, что, вот, мы выслушали о воспитании, культуре, вере, я прошу Тебя, пускай все это будет нас присуще в жизни, и те, кто должны воспитывать, занимаются этим. И когда мы должны проявлять, вот, культуру нашу, вот, особенно в общении с народом Божиим, мы знаем, как это сделать, мы посвящены этому Божию, но главное, чтобы мы не уставали верить и ожидать День Твоего явления. Достоин Ты всей хвалы и славы, Бог наш Отец и Сын, Дух Святой. Аминь.